рыбакит папа рисует ребят привет конец субботника меня зовут ваня рисует на канале бакета и у нас субботник на гамма раша мы рисуем пионы и два пиона рисуя с нами рисуем для кирилла рисуем вот такой мелками вот такие мелкие пионы идеальные получится это мелкие масляные пастели хотя знаешь я возьму сейчас эти мелкие тоже здоровски я возьму такую пастель тогда так круто кирилл же большой мальчик мы можем для него больше по большому рисовать да я думаю мы сможем вот так нарисовать для него здесь я все положу все видно будет примерно эти эти мелков там достаточно будет если нам будет мало мы возьмем еще побольше у меня есть еще побольше 50 кажется цветов тоже масляная пастель ей нарисуем кирилл большой 9 лет если тебе много лет то тоже рисуй со мной сейчас будет рисунок по для ребят постарше будем рисовать от пятна это значит мы пятнами будем рисовать природу ну природу пион цветок мы подберем цвет цвета которые мы хотим использовать я хочу использовать нежный нежный цвет вот такой вот телесный цвет я хочу использовать розовый цвет хороший розовый цвет и хочу насыщенно малиновый использовать цвет вот такой нет вот такой вот такой как будет уходить так в малину такую красную. Хочу использовать зеленый цвет для начала, очень светло-зеленый. После этого использовать темно-зеленый, но, наверное, с холодцой. Вот такой. Вот эти цвета я буду использовать для пионов. Хотя у нас много цветов, но мы не все будем использовать. Пионы будем рисовать для начала таким телесным цветом. Рисуем большое пятно, большое пятно рисуем. Масляная пастель рисуем, настоящая масляная пастель. Вот так большое пятно рисуем. Просто большое пятно. После этого рядышком, рядышком, рисуем еще одно пятно. Кирилл просил пионы нарисовать. У вас день города? У вас день города? Нет, у нас не день города. Ну, я не знаю, вроде бы как не обещали. Два пятна нарисовали, таких два круга, овала, да. И немножко затеним их вот так. Раз, затеняем. Просто затираем вот этим цветом. Затираем. Немножко затерли. Стараться особо не надо. Так, затерли чуть-чуть сверху, а снизу можно не затирать. Этот цвет нам пока больше не понадобится. А мы намек сделали, что вот такие два пиона, они очень нежные стараются. Такие цветы похожи, они, наверное, на розы отчасти, да. Теперь зелень снизу нарисуем. Зелень снизу вот так. Отначал сверху вниз рисуем. Зелень. И здесь еще одну зелень, вот так вот. Также сразу нарисуем листочки. Все, я рисую светло-зеленым. Я выбрал светло-зеленый, но это не значит, что оно все останется зелененькое, а светло-зелененькое. Я хочу использовать его как начало, чтобы он переливался, чтобы была какая-то вибрация цвета. Светло-зеленый берем и рисуем разные вот такие маленькие листочки. От каждого цветочка отходят маленькие листочки. А здесь большие длинные листы. Листы у пионов длинные. Я смотрю на картинку, конечно, пиона сейчас у меня нету, и шпиона-то нету. Но пион вот так вот я рисую длинными. Длинные-длинные листы. Светло-зеленый тоже закончили. Убрали. Больше он нам не понадобится. Темно-зеленый возьмем. Давайте пока зеленого отложим, потому что у нас есть розовый, и мы розовым рисуем. Пион будем прорисовывать. Начнем так. Несколько лепестков покажем сверху. Оно как розочка рисуется. Такие неровности, как капуста. Капуста, да. Неровности. Теперь большой лист вот сюда идет и сюда. Сюда, сюда. Здесь то же самое, но только этот бутон цветка, он более закрытый. Его еле-еле видно. Мы прорисовываем листы вокруг лепестки. Вот так они идут. Они как бы сложены, упакованные, да. А здесь они более открытые. Даже какой-то из листов вот так отходит. Вот так я показываю, чтобы тебе было видно. Он отходит. И вот в разные стороны. Вот так идет вот сюда. Сюда давить не надо, иначе наша пастель сломается мягкая. Она супер мягкая, и это мне нравится. Я стараюсь не сломать ее и аккуратно раскрасить. Теперь я возьму насыщенный цвет. Я его называю такой алый цвет. Ну, не знаю, это какой-то красно-алый цвет. Тоже тру. И тру очень ласково. Вот что такое ласково потереть? Потереть и посмотреть. Потереть и посмотреть. Потереть и посмотреть. Тру больше к низу. Сверху он прозрачный цветок, а снизу он такой насыщенный. Такой вот у меня цветок везде. На каждом лепестке чуть подотру. Теперь не надо бояться. Нужно попробовать растереть это все пальцем. Так как у нас масляная пастель настоящая, она очень мягкая и очень хорошо трется пальцами. Здесь как раз можно вот так пальцем потереть, так пальцем. Кирилл, если ты рисуешь со мной, а ты хотел пионы нарисовать, то три побольше. Три сейчас вот как раз время тереть. Добавил, потер, добавил, потер. Тогда у тебя все растерто будет и будет очень нежный такой цветок. Нежный цветок рисуем. Сегодня не ожидал. Я никогда не ожидаю, что меня попросят рисовать. Не угадаешь, что иногда какие-то сложные, страшные вещи просят. Иногда очень смешные, а иногда вот такие очень нежные. Нарисовали все это. Растираем каждый свой штришочек. Стараемся растереть, чтобы пион был такой растертый. Он такой нежный. А нежность, она показывает такой размытость, растертость. Что я еще возьму? Возьму-ка я белый и добавлю в наш пион. Это сложно показать. Я не знаю, будет ли видно сейчас на нашем цветке, на нашем рисунке. Вот именно на видео, где я добавляю белый в вот этот вот яркий вот эти мелки. Я стараюсь сделать белые блики чуть-чуть, чтобы их видно было. Вот здесь в самых темных местах. Фух, отлично. Мы почти закончили. Чуть-чуть прорисуем некоторые прожилки. Вот здесь, здесь можно тоже прорисовать. Так, немножко побольше. Пионы, я думаю, хорошо получились. Здесь можно мелкий назад ставить все. Берем зеленый цвет, который у нас остался. И его используем. Зеленый цвет. Здесь прорисуем почти все зеленые места, которые мы нарисовали. Мы закрасим темным. И останутся несколько бликов желтых, желто-зеленым. Которые нам очень красиво будут подсказывать, что когда-то он был молодой цветок. А сейчас он такой зеленый. У него насыщенная. Листва и красиво смотрится. Перелив. Есть какой-то цвет. Вот так вот раз, раз, раз. Все, закрашиваем каждый свой листочек. Где-то он прям так свисает. Где-то так идет. Вот так закрашиваем. Но не полностью. Чуть-чуть оставляем. Получается здорово. Зеленый возвращаем на место. Вот такие пионы у меня получились. Можно еще более такой насыщенный зеленый цвет взять. Кое-где прям очень темный сделать. Особенно в самых-самых местах. Сегодня от пятна рисовали. И такой рисунок получил. Я не то чтобы урок показываю. Обычно я уроки не показываю. Я показываю, как я умею рисовать просто. И показываю, как бы тебе можно было нарисовать. Но вот этот рисунок я считаю сложным для повторения. Малышам явно не всегда получится. А у ребят постарше возможно и получится. Главное, чтобы захотели. Так, получается здорово. Зеленый на место. Пионы готовы. Ребят, рисуйте с нами. Субботник получается. Огонь. Огонь. Спасибо. Рисуйте с нами. Приходите. Рисуйте. С удовольствием поделюсь тем, что я умею рисовать. Я смотрю на ваши рисунки. С удовольствием смотрю на них. И радуюсь. Потому что они красивые. Меня они подталкивают к рисованию попроще, получше, поярче. Я думаю, ага, хорошо бы. А что интересно, завтра я нарисую. А что еще можно рисовать для ребят? А что я рисовал в те годы, когда я был маленький. А мне нарисовалось много машинок. А мне нравилось нарисовать космические корабли. И я хотел бы следующее. И так вот получается я углубляюсь в рисование. Все больше и больше. Пионы светлые бывают, темные бывают. Я, наверное, рисовал светлые. Немножко можно побольше добавить каких-то вот таких цветов. Таких вот поглубже. Если вот можно сейчас из светлых пионов сделать темные. Ну, старайтесь все размазать, чтобы они были такие телесного цвета. И ярко размазанные, но размытые. Мне хочется сделать сегодня рисунок размытый. Рисовал я масляной пастелью. Не всегда для малышей я ее советую. Именно эту пастелью, потому что она ломается быстро. И только профессионалы. Она такая мягкая, тоненькая, мелкая. Больше для профессионалов каких-то ребят постарше, наверное. Да, для ребят постарше. Пионы готовы. Спасибо, что приходили. Я возвращаюсь к своей работе. В субботу я прихожу еще. Надеюсь, что я помогаю мамам в их нелегком состоянии учения. Сейчас оно началось. 1 сентября пришло. И мы учимся, учимся, учимся. Стараемся. Все из нас стараются. Моя супруга с Ромой занимается во втором классе. Трудно нам идет. Все. Но мы стараемся не останавливаться и не запускать все это с самого начала. А чтобы у нас движение вперед шло. Павлик тоже учится. Это мои сыновья. А они еще маленькие. Только два года. Приходите, рисуйте. Каждую субботу по пятницам я рисую на рыбаке. Вечером тоже. Арт пятница называется. Приходите, рисуйте. На ютубе все это сохранится в хорошем качестве. Где вы можете посмотреть, как это нарисовать. Если у вас есть вопросы, задавайте их в прямом эфире. Или на арт пятнице, или на субботнике. Пока-пока. Хороших субботников.